Привет! Привет, привет, Карина! Так, ну что, у нас сегодня шестая чакра, вообще в принципе чакр семь. Но, так скажем, в плане системы мы изучим шесть чакр, потому что они действительно поддаются изучению. Седьмая чакра, она находится не на уровне тела, она находится уже в ментальном плане. То есть, ее обычно обозначают над уровнем головы. Вот, это уже потоки энергии, это уже тонкие миры идут, а все, что на уровне тела, это идут вот эти основные шесть чакр. Вот, и та же программа астроэксперта на седьмую чакру не учитывает. И, в принципе, здесь есть логика, потому что часть функций седьмой чакры также имеет и шестая чакра, владеющая нашим третьим глазом. Сегодня мы как раз очень у нас будет интересный разговор. Мы пообщаемся как раз про то, что такое ясновидение, что такое мышление, как оно вообще образуется, это мышление, какие есть типы мышления человека. Вот эти все ментальные вещи мы спустим на уровень понимания логики, чтобы разговор был все-таки практичным. И я бы хотел сегодня от вас истории получить о как раз вот таких моментах дежавю и моментах, когда вы предвидели свое будущее, когда у вас были случаи, когда вы знали, что это произойдет и это случалось. Привет! Серега зашел. Вот. Хочу помидор написал. Да, и не просто так ты написал «хочу помидор», потому что я знаю, что ты очень любишь помидоры. И когда мы говорим про желание, я уже смотрю, что сейчас 12 часов дня и, возможно, у тебя уже есть в голове такая идея сделать хороший салат из помидоров, потому что время пришло и мысль пришла в идеальное время. Поэтому речь идет о помидорах. Ну так вот, напишите мне, пожалуйста, в комментарии те люди, у которых есть такой опыт, когда сбывались сны, сбывались какие-то ваши предчувствия. Мне нужен такой сегодня разговор. Мы сегодня карту тоже посмотрим. шестой чакры у нас управляет Луна и Солнце. Вот. Пишут «много помидоров вредно для печени». Офигеть! Я, кстати, не знал про помидоры. Надо будет почитать про это. Вот. И у нас как раз вот эта Аджна, шестая чакра, ей управляет Солнце и Луна, два светила, две планеты, ну, которые… ну, их даже планетами ты не назовешь. То есть, Луна все-таки это спутник, а Солнце – это… это у нас звезда, правильно? Звезда по имени Солнце. Вот как раз они и отвечают за наш ментал в карте. Если Солнце – это наше видение будущего, рациональное видение, которое связано с материей, это наш взгляд, это то, как мы воспринимаем наше пространство. Солнце отвечает за глаза, к чему у нас здесь оно проявляется. И Луна, которая отвечает за эмоции, чувства, которые тоже формируются от состояния ума, потому что мысли и чувства, они тоже связаны. И через Луну у нас проявляется интуиция. Про интуицию мы тоже сегодня поговорим. Что такое интуиция солнечных людей, и что такое интуиция лунных? Я почувствовал, что у подруги будет дочка. Ну, это интересно. Наверное, может быть, какие-то события были, которые к этому вас подвели. У меня периодически приходят какие-то мысли, и они потом происходят, но я им сначала не придаю значения. Вот первое, о чем бы я вам хотел сказать, что нам не просто так закрывают будущее, нас не просто так переходят в автоматический режим, в ручной такой режим, когда мы не контролируем ситуацию, а ее контролирует кто-то, пространство. Почему? Потому что наши мысли, наши идеи не всегда сопоставимы с событиями. И когда мы говорим о прогнозе, когда я смотрю прогноз карт, я не смотрю будущее, я его не предрекаю, я не стараюсь человека настроить на это. Вы понимаете, каким проблемам приводят вот эти консультации, в которых человек узнает о том, что его что-то ждет, особенно если что-то плохое. Я просто вижу по планетам, как распределяется энергия, в какой области она хорошо проявляется, а в какой может не очень проявиться. Там нет ничего плохого и нет ничего супер хорошего. То есть это то, куда мы можем вкладывать энергию. Вот что такое прогноз на год. И я никогда себе не позволяю вот таких деталей, да, в плане болезни или еще что-то в этом роде. Болезни никогда не запланированы в карте, чтобы вам не рассказывали астрологи. Потому что то, как мы проживаем период, это наш выбор. Болезнь это что такое? Это когда какие-то эмоции не были прожиты и они вышли на телесный план, законсервировались там, потому что мы много раз это испытывали и появилась какая-то болезнь. Когда мы живем по периодам планет и двигаемся с точки зрения распределенной энергии уже заранее и мы понимаем, куда она идет, мы позволяем легко этой энергии протекать. Мы позволяем событиям протекать достаточно гармонично, потому что они были уже запланированы. И в этом плане нет сопротивлений. И даже если мы в карте видим очень тяжелый момент, например, ко мне приходил мужчина, который сказал, что его ревнует его женщина. У него был период рахум, который связывал как раз восьмой дом и седьмой. А восьмой дом – это дом, где люди как раз ревнуют. Седьмой дом – это дом отношений. И что мы понимаем? То есть, я ему дал информацию о том, что у тебя это началось в этот месяц? Он говорит – да. Ну, в смысле, у твоей жены. Так вот, через вот эти два с половиной месяца у нее это закончится. Расскажи ей об этом. Она потом пришла на консультацию, и мы увидели все периоды, когда ее на эту тему, ну, там, скажем, перло. И она не понимала, почему. А это значит, что именно эта планета раху в этот конкретный отрезок времени создавала в ней эмоцию ревности, которую она просто не могла проработать, и давали возможность это сделать. И вот в этот раз мы подготовились, и она начала наблюдать, откуда источник этого действа, и почему это происходит именно в периоды раху, естественно, многие вещи были связаны и с детством, и с прошлыми ситуациями. Ну, что раху-кету всегда на одной оси, а кету – это прошлое. То человек свои нейроны мозга обучил тому, что ревность не является ее качеством. Это внешняя программа, которая нападает на ее мозг, и она воспринимает это как часть своей природы – ревность. И когда человек перестает себя отождествлять с этой эмоцией и начинает понимать, что это всего лишь период, в который нужно более осторожно относиться к своим мыслям и ум не ставить во главу, то в следующий период раху она уже перестала его ревновать. Она уже поняла, что это программа, которая ей уже не приносит вреда. Вот что такое прогноз, когда мы рационально воспринимаем те вещи, которые происходят в нашем уме. У нас есть два варианта. Либо прожить ее до конца, а значит, это не случится, если мы проживаем этот момент ревности, представляем, что это произойдет и что. Либо второй вариант – мы сопротивляемся до тех пор, пока это не произойдет и все равно мы попадем в это состояние, это уйдет из тела и мы будем вылечены, так скажем. Всегда есть два варианта – либо проживаем в реальности, либо проживаем на уровне ума. Вот в этом смысле. И я людей, конечно, стараюсь в этом плане беречь, если я вижу, что там есть момент расставания. Ну и что плохого? Можно этот период прожить просто шикарно. То есть, я говорю людям, слушайте, у вас период отдыха – раху кету. Это же замечательное время побыть самим собой. Можете разъехаться, ты поедешь на курс по йоге, ты с мужиками можешь поехать тоже на отдых, немножко переосмыслить свою жизнь. Да, пускай они расстанутся буквально на месяц, но в это время они вырастут, они что-то поймут для себя и потом, встретившись, они даже не заметят, как этот период произойдет. А вы представьте, если люди об этом не знают. Они жили-жили, и потом хлобысь, и у них поднялись эти программы из прошлого пакету. И страх будущего – это раху, что меня ждет. Это схлестывается, и люди расстаются-то не из-за периода, а из-за того, что первое – они не были готовы, они не знали, что это будет в будущем. И второе – они не понимали, что с этим делать. Если вы это знаете, то здесь не стоит говорить, что «Ой, у вас время расставания». Нет, у вас время осознания себя на другом уровне. Вот и весь прогноз. И когда вы к кому-то приходите, будьте очень осторожны в восприятии того, что вам говорят. Нет, никаких конкретных вещей в будущем быть не может. Это всегда миллионы тысяч вариантов, и только от вас зависит, как произойдет этот год. Так, сейчас я буду приглашать. «У меня в детстве сбылся один жуткий сон о смерти моего любимого пса. Через месяц он совершенно внезапно умер. Очень долго жила с чувством вины, будто я могла предотвратить это». А вы хотите пообщаться в Бангладеш? Я могу вас вызвать. Напишите мне. Значит, предсказать невозможно, что будет свадьба. Можно найти идеальный период в карте для свадьбы. Но не забывайте, что если у вас нет партнера, вы его ищите, и там видно, что возможно бракосочетание, оно не произойдет, если эти планеты, которые управляют этим бракосочетанием, вы не раскрыли и в себе не проработали. То есть, там всегда много сфер, в которые выходят эти планеты, там всегда много задач. Если вы выполняете задачи косвенные, которые не относятся к свадьбе, которые относятся к вашему социальному росту, к какому-то развитию, где вы развиваете свое творчество, да что угодно там может быть. Может быть, начинайте лечить какую-нибудь старую болезнь, которую запустили, а планеты этого требуют. Получается, что реализуя все эти вещи, вы ускоряете процесс того, что у вас эта свадьба произойдет, и там не будет никаких, так скажем, неприятных вещей. И смысл не в свадьбе. Смысл в том, что свадьба – это вишенка на торте. А когда люди просто готовятся к ней и не затрагивают области, которыми управляют планеты, то там либо она не произойдет, либо этот прогноз просто не случится. И чтобы прогноз произошел, то я говорю, какие конкретные действия тебе нужно совершить для этого. Почему она не происходит? Потому что вы не решили задачи, которые имеют большее значение, чем свадьба. Ваш социальный рост, как я уже сказал, ваши таланты, ваши какие-то способности, которые должны были раскрыться прямо в этот офигительный период, который совпал со свадьбой. И вы в итоге берете и просираете это время, и просто готовите свадьбу, с кем-то знакомитесь, и у вас половина карты не работает, которую я описывал человеку. Тогда пространство сделает по-своему. Оно заберет эту возможность и скажет человеку – работай. У тебя там по карте много работы, а не только встречи, отношения. И когда меня спрашивают, когда я встречу своего мужчину. Да куча там периодов, где вы его встретите. Но если этими периодами управляют планеты, которые вы не поняли, не прокачали, не осознали, то даже этот период не даст этого партнера. Поэтому, чтобы ускориться, мы, конечно, должны осознать, для чего это и почему. Вот в этом и есть суть астрологии. Не в предсказании, а в понимании того, куда нужно направить энергию. Можно видеть, когда родится ребенок, но у каждого рождения ребенка есть предыкт, предзадача. Ребенок, в нем есть гены ваши. Если вы этот ген не раскрыли, если вы до сих пор не наладили отношения с мамой в зависимости от карты, если вы до сих пор презираете своего мужа, если вы зациклены за деньги, все это произойдет при рождении ребенка. Вы его рождаете, у вас с мамой нарушаются отношения, по деньгам бьет, муж уходит. Смысл тогда узнавать, когда он родится, когда нужно сначала эти вопросы решить. И когда человек подготавливается, он направляет туда энергию, пускай у него не все вышло, может быть, но пространство видит, что он осознанно проживает. А что такое осознанно жить? Это когда ты знаешь, над чем сейчас нужно работать конкретно сейчас. И в итоге ребенок рождается с хорошими генами, где была запущена программа непривязанности, программа незацикливания на отношениях, программа того, как нужно общаться со своими родственниками и близкими. То есть, ребенок уже не усилит эту программу. Если это было не решено, то он родится с еще худшими качествами и еще переплюнет вас в том, над чем вы не хотели работать. Вот что такое прогноз. Мы смотрим сферу вашей работы. Я никогда не говорю плохих вещей. Я всегда говорю то, над чем нужно работать. И это не травмирует людей. Если вы увидите какие-то страшные события в периоды, их тоже можно предотвратить. Просто поймите, что страшных событий нет. Нам никто не желает зла. Нету плохих планет, нет плохих домов, нету кого-то, кто нас наказывает. Это просто работа. Если вы не успели закончить одно, на это накладывается другое. Вы не успеваете это закончить, накладывается третье. Один период накладывается на другой. И что происходит? Страшное что-то. Вы просто вообще не понимаете, что творится, человек впадает в депрессию. Не из-за того, что планеты плохие, а потому что вы абсолютно не поняли, что нужно делать. Когда мы знаем, что делать, этот период никогда не будет страшным. Даже если это сады сати. Вот сады сати это самый большой период для роста. Про него я отдельно тоже в отдельном прямом эфире расскажу. Еще перед сады сати приснился сон, в котором об этом периоде сообщили. На тот момент я еще не была знакома с ведической астрологией. Это период роста, это не период каких-то жестей, которые нужно ждать. А как же гадалки? Гадалки, они говорят один вариант. Может два, а их тысячи. Астрология, она не говорит варианты. Она говорит над чем нужно работать в этот период. Вот и все. Она не говорит о том, что будет выкидыш. Она не говорит о том, что вы попадете в аварию. Она говорит, что это время для того, чтобы ты изменил себе такое-то качество и сделал такое-то действие. Там нет аварий. Там есть именно вот эти вещи. Если вы это не делали, это накопилось, нужен сброс через тело. И уже пространство по-своему решает, как это из вас вытащить. Да, потом человек может во что-то вляпаться. Но в карте нет такого, что вот в этом году, в этот период вы потеряете свою жизнь или там какую-нибудь часть тела. Нет такого. Этого не существует. То есть это да, можно увидеть хорошее время для операции, если уже происходит болезнь. Да, можно увидеть зарождающуюся болезнь, но болезнь, она на уровне ментала рождается, а не на уровне тела. Значит, о чем говорит это? О том, что нужно работать над менталом. И значит, никакой болезни уже нет. Да? Это радует. А то некоторые школы прямо на ютубе показывают, как увидеть, например, смерть в карте. Ну, они кем себя возомнили? Смерть в карте. Это как будто кто-то вам взял это и открыл. Смерть, рождение и спутника жизни мы не определяем. Это определяет Бог. Просто запомните это и все. И не думайте про это. Вам дадут того человека, который вам подходит. И вы умрете ровно тогда, когда это будет нужно. И родитесь. Вы эти области не контролируете. Никакая карта никогда это не покажет. Да, она показывает благоприятное время для рождения ребенка. Но этого рождения может не произойти, если вы кое-что не сделали. Вот. Понимаете, в чем дело? Я стараюсь моделировать то будущее, которое меня привлекает, часто срабатывает. Муж боится моих прогнозов. Я стараюсь жить только на позитиве. А как это узнать, над чем нужно работать именно сейчас? Я открываю карту. Просто смотрю, какие там периоды планет. И говорю вам, в каких сферах эти планеты расположены. И все. Вы просто это делаете. У меня множество вариантов. Я никак не могу определиться, на чем сосредоточиться. Ни с одного девайса не отправляется запрос. Бангладеш. Давайте я вас сейчас добавлю. Здравствуйте. Привет. Привет, привет. Слушай, скажи свою фамилию, напомню. Минеева. Минеева. Дарья. Yep. Дарья, правильно? Правильно. Правильно. Получается, 9.08.84 год в 7 утра. Днепропетровск. Очень верно. Так. Отлично. Ну что, мы смотрим вот эту шестую чакру, которую управляет Лев и Рак. Вот. Это Солнце и Луна. Мы разобрались, почему это здесь. Так вот, с точки зрения дизайна человека, не сказать, что я прямо сейчас применяю эту форму, но многие вещи, они как-то мне очень пригождаются. У нас много-много-много-много там миллионов лет назад произошла вот эта мутация и горло, и сознание, где мы уже могли большие нюансы выражать через звуки. Речь выражает мысли. Я как раз на вот прошлой лекции это говорил. И вот этот ментал, он делится на две части. Либо мы мыслим как Лев, если Солнце сильное, либо мы мыслим как Луна. В чем фишка? У Львов, ну у них получается определенный тип мышления. То есть, есть конкретика мыслей, и они часто доводят мысли до действий. Они могут быть сложно обучаемы, потому что не открыты для другого потока. То есть, они направляют поток. И поэтому то, что у них уже в концепциях сложилось, они это делают просто. И будущее их сформировано от обстоятельств, которые сейчас. Они не любят просто вот использовать какую-то интуицию. Они просто видят свой потенциал и делают. Это Львы. То, что глаза видят, к тому они идут. Что такое Луна? Рак. Это интуиция. Так, подзависли. Ага, Луна это Рак. Да, и Рак это открытый Wi-Fi. То есть, это у человека мысли, они из разных источников обрабатываются, ловятся, интуиция, и Раки открыты к новому. Вот у меня знак зодиака Рак. И мы можем модель мышления менять по несколько раз за год. Я вообще даже боюсь представить, что через год я буду рассказывать. Я в одной лекции говорю, что любви не существует между людьми. В следующем прямом эфире я расскажу и говорю, что нужно найти любовь. И там уже понимай, как хочешь. Ну, потому что для Рака... Да, мне очень знакомо это. Ну вот. И получается, если Рак сильный у нас в карте, то вот этот ментал, он умеет обучаться, умеет моделировать, менять что-то. И почему Львы всегда были с Раками вместе? Как это было выглядело? Лев это царь, который управляет. Рак это астролог при царе. Вот и в чем фишка. Лев не знает, как там дела в обществе. Он знает, как им управлять. А Рак знает все. Он же такой. Он знает, с кем что происходит. То есть, Лев это управление с компанией. Рак это который моделирует стратегию развития. И который знает, как дела у сотрудников. Это психолог. И если они вместе, то развитие происходит. Если нет, то нет. И в итоге, по ведической астрологии, Рак является самым главным знаком Зодиака. Потому что это Луна, а гороскоп лунный. И поэтому, если у всех царей забрать астрологов, помощников, мудрецов, философов, которые им помогают, то будет полная разруха. Поэтому государством управляет, получается, не Лев, а Рак. Потому что он рассказывает Льву, что его ждет в следующем году. Стоит ли начинать войну. Хорошее время для войны или нет. И когда вот эта история с Дурьоданой, который решил все равно родиться не в то время. То есть, его отцу говорили, что это самое плохое время для зачинания детей. Родиться злой царь. И он родился не только злым, но и слепым. И астролог, он как бы предрекал это. И в итоге родился Дурьодана. У него были братья, которые начали, Кауравы с Пандауми, начали воевать. И в итоге появилась Пхагавадгита. В принципе, все правильно произошло. Значит, это нельзя было как-то остановить. Но, по сути, этот пример показывает, к какой войне привело вот это вот желание, амбиции Льва, который не слушал вот этого Рака. И это миллионы людей погибли. Но родилось великое знание. Просто великое знание не всегда рождается. И некоторые войны реально не должны были быть. Вот. И вот в этом такая красивая история. Здесь что получается? Что Рак у нас стоит в первом доме, а в нем стоит Солнце. Ну, это вообще идеально просто. То есть, Солнце эгоистичное, которое находится в Раке, оно уже таким эгоизмом не обладает. Потому что Рак, он такой принимающий, любящий. Он хочет близкого контакта. А Солнце близкий контакт не любит. И в итоге Солнце здесь размягчается. Оно как бы проявляет себя в одних ситуациях, как дистанция, в других как близость. Когда Солнце в своем знаке, оно вообще в принципе все время на дистанции. И ему тяжело слушать других. Поэтому это Солнце, которое приводит к результатам, но через Рака, который в первом доме дает ему вот это вот мышление. Я тут с дизайном человека не согласен, что люди прям рождаются вот с таким мышлением, и всю жизнь они такие, что есть люди, которые вот твердолобые и не слышат, а есть, которые слышат все и не знают, как этим пользоваться. Я считаю, что каждый человек обучаем, он обуславливаем в зависимости от того, с кем он общается. И вот что мы видим. Луна получается в доме служения, в шестом доме. То есть она все-таки закрывает потребности людей. Когда она думает о других, к ней приходят правильные мысли. Вот других. Когда вы работаете в коллективе, надо видеть, что чувствует коллектив, какая там эмоция, какая энергия. Коллектив – это ваша семья. Если такое восприятие есть, то в шестом доме не будет проблем. И вот этот учитель Луна Юпитер, он, конечно, может этот коллектив обучить, потому что он смотрит не на информацию, а он смотрит на эмоциональный фон. Если бы там стояло солнце, ей бы было пофигу, она бы говорила, давайте вперед. А так как Луна заботящаяся, то она, конечно, не даст людям с плохим настроением работать, она настроит их. И здесь Луна, конечно, расположена тяжело, потому что на нее слагают много всяких обязательств. И в шестом доме она обижается из-за этого. То есть… Да, я помню про эту штуку, да. Да. И вот тут просто нужно говорить «нет». И этому учит Солнце Луну. Говори «нет». А само Солнце выходит во второй дом денег. Но начинается-то все от Луны. Получается, если мы понимаем других людей, чувствуем, заботимся о тех, с кем мы работаем, служим, говорим «нет». И все-таки чему-то их учим по Луне с Юпитеру. А Луна с Солнцем – это йога славы. Это йога мастер-классов, где человек чем-то делится. То есть уже мышление не убыточное, а мышление, чтобы помочь, то оттуда уже Солнце выходит в деньги, и эти деньги не становятся главной амбицией в жизни. И у нас вот этот шестой глаз, он как бы дает нам эту интуицию, правильно окружать себя людьми, которые будут продуктивны в финансах. Если мы не помогаем, интуиция не открыта, то вроде бы ниша правильно выбрана, Солнце – это управление, Солнце Венера – это красота здоровья, это нетворкинги, то есть умение это все создавать, то у нас блокируются деньги. То есть чтобы деньги тут смотреть, это надо начинать от той планеты, от которой все начинается. То есть Луна, она у нас в Стрельце, а там кто стоит? Юпитер. То есть все идет от знаний, кого мы слушаем, как мы их воспринимаем. Потом уже идет все в Луну, потом Солнце, и Солнце уже дает Меркурию, Венеру энергию. Это такая вот линия. Поэтому здесь очень крутая комбинация, и я думаю, что Солнце может услышать Луну здесь. То есть у него много шансов здесь. Ну, судя по всему, все всех слышат, потому что все, о чем ты говоришь и в прошлом эфире, и в этом эфире, в общем-то это вся моя жизнь. Я все это и делаю. Круто. А скажи, у тебя был какой-то момент, когда ты вот что-то видела заранее? Ну, я же вот писала про собаку этот сон. А, это твое было, да? Да, это мое было. Это прямо жутко было интересно и страшно одновременно. Мне было лет десять, и я увидела сон, где я и мой пес, мы были уже призраками. Ну, то есть мы как бы умерли. Вот. И я увидела маму в трауре, которая шла. Вот. И я начала кричать, она нас не видела. Вот. Я проснулась в ужасе, никому об этом не рассказала. Через месяц случился клещ у моего пса, и он за неделю буквально умер. Клещ это обычно раху. Интересно. Да. А скажи, когда это было? Я пока поищу. Какой период? Мне кажется, это девяносто четвертый год. Весна. Наверное, так. Весна? Да. У тебя прямо в девяносто четвертом году, а мы периоды тоже будем проходить в прямых эфирах, прямо в мае наступила Луна. Но это можно корректировать, если вдруг время чуть не точное. У тебя появилась Луна, и она же как раз соединена с Солнцем, а это шестой глаз. Ну и все тут как бы, видишь, сложилось у нас. Пазл. Что Луна в соединении с Солнцем, а это две сразу планеты, которые управляют шестым глазом, они были вместе. И дальше уже, скорее всего, транзиты уже показали вот эту смерть собаки, ее тут не видно. Хотя шестой дом отвечает за животных, за тех, кого мы приручили. Вот. Очень интересно. Видишь, как сработало. Класс. Все не случайно. Точно. Да. Я вообще хочу сказать, что видение будущего абсолютно бесполезная фигня в наше время. Потому что я понял, что вообще ни к чему не привело то, что мы знаем про то, что говорил Нострадамус и Ванга. Если была возможность хоть какое-то событие как-то сбалансировать, и чтобы его не было, тогда был бы и смысл их прогнозов. Поэтому все эти прогнозы про крушение, про смерть и вся эта жесть, это сфера уже не ясновеческая такая, скажем, ментальная, а политическая. Потому что логика, если подумать. Хорошо, Ванга увидела там затопление Курска или еще что-то. надо же эту информацию использовать, как это, как-то, чтобы этого не было. А в итоге, как это сказать, ну это мое мнение, уже кто-то там наверху знает, что это будет. Значит, рассказывать это не нужно. Потому что, когда куча людей про это думают, это еще больше усилит эффект. Это значит, что нужно постараться подстраховаться и все это сделать. и чтобы этого не случилось. А что делают там? Говорят о том, что вот, было предсказание, это может произойти, это происходит. Кто виноват? Ванга. В психологии-то. И мы понимаем, что вот это размытие. То есть, нет смысла, если бы мы могли менять будущее, то нам бы это пригодилось. Все будущее, которое я видел, оно случилось. ничего не получилось обойти. Я видел, как мы с другом там на поезд опоздаем. Но это ничего страшного. Я специально, блин, ночью решил не спать. Мы там, у нас вечеринка была, и я подумал, что мы, короче, проспим. Я говорю, давай я спать не буду. В итоге я не проспал. Мы поехали, и он почему-то подумал, что это на другой вокзал нужно ехать. Мы приезжаем на вокзал, и я вижу эту сцену, как поезд уходит, как в моем сне. У меня тоже такое было. Очень похоже. А вот почему это, если я не могу это изменить? То есть мы пока не на таком уровне, чтобы что-то менять. Нам это показывают просто, чтобы мы понимали, что некоторое будущее уже запланировано, но не с целью изменения. А мы еще зацепляемся за это, и притягиваем его еще сильнее. И вот я хотела спросить, насколько действительно срабатывает вот это вот программирование себя, да, на какую-то вот конкретную прям ситуацию? Ну, об этом часто говорят в том числе и в разрезе там астрологических прогнозов, да, что вот я там не хочу, допустим, знать, что там у меня там предстоит мне там по карте, потому что я себя на это настрою и все. Вот. То есть насколько... Да, я понимаю. Здесь несколько моментов. Во-первых, наш ум умеет фантазировать. И насколько он в это верит, вот тут вопрос. Если он верит во многое, то он, конечно, может создать себе ситуацию, которой вообще не должно быть в пространстве. Он это просто берет и создает из ниоткуда. Но есть момент. Если ум умеет отпускать, то, что мы проживаем в уме, не происходит в реальности. Если мы полностью отпускаем, это не произойдет. Это первый момент. Второй момент. Традиции. Мы пока эволюционировали, много традиций уже было заложено в наш ум. И, к сожалению, суеверий в том числе. И в уме уже есть модель русских, которые мыслят по какому-то прототипу. И в итоге мы из этих моделей не можем вылезти. Поэтому нужно путешествовать и жить в других странах, чтобы разрушить эту модель мышления. Чтобы были разные модели. Ну, в-третьих, когда человек с таким умом, который подстраивается, это как все равно что Windows или Macintosh. Сегодня ты общаешься с человеком, у которого Windows, и ты мыслишь так же, как его Windows. А здесь ты мыслишь как Macintosh, а у тебя своего вообще нет мнения. И в итоге ты полностью зависим от других. Но есть и крутой момент. Вот, например, олимпийские чемпионы, они, чтобы перепрыгнуть вот эту планку и вот перепрыгнуть через себя. У них есть такой момент, что их учат визуализации, и они тысячу раз в голове это прорабатывают. И в голове сначала не получается, они не верят в это. У меня было такое, что я не мог высокую ноту взять, и я взял песню Стива Вандера. Стива Вандера – это высокий тенор, а я баритон. Я знаю, я певица тоже. А, ну все. Мы с тобой разговаривали в прошлый раз. Все, 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 да, я вспомнил. Короче, для меня, для баритона, взять там си, ну вот первую октаву, это как бы вообще… Это много. Это фантастика. И в итоге я на госэкзаменах хотел это сделать. Я решил себе такую задачу поставить. И она не бралась вообще никак. А я взял в оригинальной тональности все. И в итоге я начал в голове это представлять и слышу в момент этой си, у меня в голове просто пустота. В смысле, у меня мозг вообще не представляет, как это голосом делается. И я это гонял, 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 и вдруг у меня голова услышала, что там должно быть, как это звучит. И в этот момент, когда на репетициях я это начал делать, я так и не понял, как ее брать, но когда я ее брал, я как будто отключал свой мозг, и голос сделал это сам, как бы без осознания, что это та самая нота. Он просто это как-то делал, и я шел дальше. И у меня, да, есть такая запись, где я ее взял, и потом, когда я пробовал, у меня не всегда это получалось, когда мозг включался, было тяжело. И в итоге я тогда понял, у меня не получалось выходы на турниках делать. И как-то во сне, я перед сном много об этом думал, мне это приснилось, как я это сделал легко и непринужденно. Я утром пришел и практически без разминки сделал выход, а у меня целый год это не получалось. Просто сознание взяло и поняло это. Поэтому я думаю, что если мы отбросим традиции, увидим, что блокирует наш мозг, какие-то убеждения, это во-первых. Во-вторых, если мы будем видеть, какая модель разрушительная, она идет от родителей и от друзей, которые мы должны просто вытащить из нас, это все выписывается. Я, естественно, людей погружаю в детство, чтобы об этом узнать. И уже в-третьих, мы должны физически почувствовать, как это должно произойти, то, к чему мы стремимся, через чувства, через эмоции, и оно получится. И наша самая проблема, самая страшная проблема, все удивятся, но это сказки. То есть... Да, сто процентов. Я постоянно об этом в последнее время думаю. Я даю такую практику, да. Насколько это все перепрошито у нас просто. Ну, то есть мы живем по модели Ивана Дурака, а американцы живут по модели Барби и Кен. То есть вот они прям с детства строят эти домики, где девочка такая вся блондинка и все это, ну, такая глуповатенькая и карьеристская. И Кен такой, весь такой, тоже такой смазливенький, у него вот эта машина, и прям видно, они прям все жили какое-то время, сейчас уже по-другому, как Барби и Кен. А у нас было вот шаляй-валяй, да, хоть и Советский Союз сделал свое дело, как-то всех собрал, но там тоже были вот эти мультики, которые все это давали. Но, по сути, мы всегда думали, что две вещи. Мне повезет, и как-нибудь я это сделаю. Типа лобом пробью стену. И так же мы воевали. Куча людей погибло, и где-то нам повезло. А американцы всегда это делали чужими руками, чужими силами, с логикой, с расстановкой. Потому что у Барби и Кена главное было своя семья, свой домик, чтобы там все было построено так, чтобы никто туда не вмешивался. У них должна была быть только их одежда, только их культура. И зацикленность только друг на друге. Я должен вытянуть только себя. А у Ивана-дурака нет целей. Он просто ходит по лесу, с щуками разговаривает, верит во что-то. А страна у нас очень духовная, мы во что-то верим. Вот у нас на войне что-то не так пошло, все начали молиться, и потом был перелом. То есть благодаря какой-то высшей силе... Такая вера в Деда Мороза глобальная. Что придет Дед Мороз и всех спасет. Вот. И в этом наш рок. Поэтому задание такое людям даю. Вспомните своего героя, которого вы так любили. Либо героя фильма. Может быть с детства. Пересмотрите фильм, пересмотрите сказку, перепрочитайте, и увидите, где это совпадает с вашей жизнью. И просто, когда мозг осознает, что это не его модель, он просто это выключит. У меня это был маленький принц. Я все время искал то, чего нет. Я в этих мирах находился большое время. Астралы, все эти тонкие миры, духи. У меня было столько в жизни мистики. Можно целую книгу написать. Я ее пишу, чтобы от этого самому избавиться. Чтобы прожить этот опыт. И в итоге, когда я очнулся, я понял, что я живу как маленький принц на своей планете, которая там не понять с кем он вообще. У него там какие-то друзья были неведомые. То я очнулся. То есть я понял, что она мне запала в душу слишком сильно. Ну, кстати, у меня в детстве любимая книжка была Пулианна. Вот. И это одна из, мне кажется, самых вообще таких эффективных позиций. Ну, типа, видеть во всем, что-то хорошее находить. Да. Это хорошее вообще произведение. И оно очень классное, конечно. Это повезло тебе. Ну, я прям перечитывала миллион раз. Я извиняюсь, я немножко сегодня так по времени это. Да, конечно. Сейчас еще нужно будет. Спасибо. Было очень круто. Спасибо. Да, спасибо. Счастливо. Да. Про вторую половинку, если мы сами запрашиваем, ровно такую половинку, какую просим. Такую нам дает вселенная. Поэтому, заказывая вторую половинку, прописывайте до мелочей. Либо прописывайте до мелочей, и потом не удивляйтесь, почему такая жесть случилась. Либо полностью разрушите эту модель и вообще никого не притягивайте. Скажите пространству, дай мне того, кто даст мне рост. Того, кого ты считаешь для меня лучшим. Я глупый, недоразвитый человек, который думает, что он что-то понимает в этом мире. Который родился, видит вот эту планетку, ничего вокруг себя не осознает, люди до сих пор не верят, что есть другие цивилизации. Как вообще такой разговор может заводиться? Миллиарды звезд. Ну понятно, там не всегда мы видим пришельцев, но как можно думать, что мы одни во вселенной. И при этом мы думаем, что мы что-то понимаем, кто у нас должен быть. Да у нас там накладываются и родители, и школа, и все подряд. Дайте пространству дать вам этого человека, дайте ему сделать выбор. И вам дадут лучшего. Но для этого нужно отказаться от того, что вы верили. Пишут, нет такого понятия, есть непроработанные качества, которые не дают встрече произойти. Так и есть, Николай пишет. Латова. Фи Латова. Давайте вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Уже смотрел же? Да, да. А напомните фамилию? Шумеева. Ага. Ой, что-то не нашел. Нет, нет, я там под другим. Фи Латова. Ааа. Да. На самом деле... Не, не нашел. Надо еще раз записать. Так. Сейчас. А, я просто смотрела вас все время, а пока еще не разбирала. Ааа, я думал разобрал. Все, понял. Ну что, когда вы родились? 24-го, 02-го, 1981-го. Время? Восемь утра. Угу. Город? Германия, город Потсдам. Потсдам. Так, ну у нас получается, что Лев, это шестой дом, солнце в двенадцатом. Ну, как бы здесь чуйка есть, но страх амбиции тоже присутствует, реализация. Потому что солнце в двенадцатом, оно идеально реализуется, кстати, когда переезжает за границу. Угу. Поэтому это хороший фактор. Поэтому солнце вы уже в каком-то смысле реализовали? Вы куда-то переехали? Нет. Но мне как бы родные в Америке живут, все туда пытаются тащить. Угу. Но я как-то пока не собираюсь. Ну, есть сила тут за границей, солнце с Марсом, две огненные планеты, солнце с Венерой. Венера это отношение за границей. Ну, то есть много чего есть. И водолей, который хочет объездить весь земной шар. Вот. Поэтому солнце, да, правильное отношение к отцу определяет умение видеть, что будет в будущем. То есть если отец закрыт, если там не доработано, у человека закрываются возможности видеть, в какую нишу двигаться. Потому что солнце это социальная реализация, а отец это часть рода. Он нам дает возможность видеть. Луна это мама, это возможность чувствовать, предугадывать. И так как лев стоит в шестом доме служения, то, естественно, помощь людям через свою интуицию, через солнце, то есть поднятие их в плане социальной реализации. То есть тренировка на других должна быть. Смотрит на человека и видит, интересно к чему он может прийти. Просто вот куда этот человек движется, предугадывать. И советовать нужно осторожно, просто видя его потенциал в ближайшее время. Но направляя людей, вы, конечно, реализуете солнце. А вот луна у вас расположена, получается, в пятом доме. Зона детей. Она раскрывается, когда рождается ребенок, и интуиция здесь начинает работать на полную. Но луна, она расположена в восьмом доме, который дает всякие страхи ревности, всякие мнимость в отношениях, которую нужно тоже решать, которая закрывает интуицию. То есть там закрывает интуицию неправильное отношение к отцу, по луне закрывает интуицию ревность. То есть если эти области прорабатываются, тоже это вытаскивается и из детства, то что я делаю, то у человека открывается видение. А луна с раху – это туман. То есть это когда вы верите в то, чего нет. Когда вы в голове это представили, вам кажется, что по-другому оно не может быть. То есть раху – это создание своего мира, в котором вы живете. Здесь надо делиться с партнером, говорить об этом, и рядом иметь концептуальных людей, которые будут вас жестко выправлять и возвращать на место. То есть люди, которые фантазируют вместе с вами, поощряют ваши идеи, в окружении абсолютно не подходят. Это должны быть рационалы. Так как у вас рыба в двенадцатом доме, что еще дает больше фантазии и образов, то вы творческий человек, у которого креативное мышление, которое многого может добиться в этом. Но в плане земли и основы есть дисбаланс. Поэтому по раху есть, конечно, и страх рождения детей. Вы еще не рожали, да? Нет. У вас тут страх из-за того, что партнер покинет вас, и то, что он не поможет вам в трудный момент. И здесь уже вопрос к отцу. То есть отец, получается, что-то такое делал, да? Да, разведены и с отцом. Да. Ну и вот у нас такой крест по солнцу идет, что от отца вот это волнение, а луна раху еще это волнение поддерживает. Поэтому мы вытаскиваем программу страха к мужчинам через отца, что они вас подведут. Потом по луне. Если вы узнаете о себе, изучаете эзотерику, луна здесь в восьмом доме любит эти вещи, то она исследует эзотерику, а не другого человека, что с ним. То есть если ваш ум не направлять, он будет копаться в другом. Будет копаться в чужом уме и пытаться его как-то там понять, как-то его там подчинить. Поэтому вот это развитие, оно балансирует карту. Луна с раху это вообще работа с подсознанием. У вас есть талант проникать в подсознание. Поэтому если ваши мысли будут неправильные, вы можете их внести в голову вашего партнера. И много раз продумывая о том, что он изменяет, внушить ему в голову эту идею измены. И он это сделает. Вот. А если вы ему скажете, что он самый лучший и гармоничный мужчина на свете, самый сексуальный, и что в голове вы будете понимать, что вы идеальная женщина, ему в голову это тоже не придет. Даже если у него в карте будет какая-нибудь блядская йога в восьмом доме, и он там будет сверх импульсивен в плане женщин. Но вы его можете полностью перепрошить. То есть все зависит от вас. Ну вот что-то не получается пока у меня в отношениях, ничего. Ну ничего. Это нужно планомерно снимать. То есть как Солнце проявляет себя, когда там есть пробел? Ну, во-первых, как бы вы серьезно воспринимаете свое мнение, а оно может быть под эмоциями, под каким-то впечатлением. Это не стоит делать, потому что у вас открытый ум. У вас там больше работает Луна, чем Солнце. То есть вы можете быть обуславливаемы. У кого-то что-то случилось, там подруги изменили, и вам тоже может казаться, что это произойдет. Вот. Здесь нельзя доверять уму. Ни в коем случае. Потом в поведении стараться изобразить, что все нормально, это тоже нарушение Солнца. Состояние внутри одно, а внешне мы выдаем другое. Это огромный дисбаланс в энергиях, когда человек фальшиво старается изобразить позитивизм. Но это не к вам, это вообще ко всем относится. Вот. И когда проблема не решена, желание всех спасти, тоже желание, которое блокирует Солнце и говорит о том, что человек пытается свое эго, ну, таким образом, потешить. Не помогая себе, а помогая другим. А вот Луна, она дисбаланс какой проявляет? Если у вас есть какое-то непринятие женской энергии, вас женщины раздражают. Вы ревнуете к женщинам. Вам кажется, что женщины они глупее. Вот это дисбаланс в Луне. И также здесь не получается, например, концентрироваться на чем-то. Постоянно сбивается все какой-то другой мысль. Это тоже Луна в дисбалансе. Это разрушает память. Потом мы не помним, что было, и берем из памяти вещи, которые уже не существуют. Вот не все знают, но можно перепрошить свою память. И полностью то событие, которое мы хотели в себе перекрыть, мы берем его и переписываем, и верим в это. И реально этого уже не было, а мы верим и начинаем жить по этой модели. И, естественно, сильная эмоциональная привязанность, которая у вас присутствует по восьмому дому, эмоциональная и сексуальная, полностью дает растерянность в том, тот этот человек или не тот. Поэтому вам в любом случае нужны перерывы. Если вы запутались, секс надо вообще исключить. Если это тот мужчина, он подождет. Не знаю, с две недельки, с месяцок посмотреть, убрать вот эту сексуальную зависимость, без посмотреть на него с другими глазами. Пока есть секс, пока есть слияние, вообще с такой луной непонятно, тот это или не тот мужчина. Потому что он здесь не дает понимания. У меня еще зацикленность какая-то присутствует. То есть, например, отношения не получились, например, вот недавно. И меня прям... Я не могу разобраться в себе, что во мне не так и так далее. То есть, пытаюсь... Чувствую себя как будто не такой. И все. Ну... Как-то побороться. Не могу побороться. То есть, постоянно мысли одни и те же. Никак закрыться не могу одни. Самое главное, что вы уже сделали первый шаг, вы уже поняли, что это. Вы поняли, что проблема есть. Карту уже свою примерно... Знаете основные моменты. То есть, следующий момент, который ускоряет все, это прошлое. Вот его отпустить сложно из-за того, что оно запечаталось. Это нужно делать, когда человек расслаблен и не вам. Поэтому, если в этом плане, то можете уже в директ написать. И я уже расскажу, как я работаю. И у меня результаты пошли только, когда я стал работать с прошлым. Потому что пока человек это не вытащит, ни в какую нишу, ни в новые отношения он не может пойти. И здесь мы должны разблокировать старую модель, внести новую. И тогда будет развитие. Вот в этом смысл. Я хочу тогда, получается, туда написать и... Да, напишите в директ. Конечно. Да. Хорошо. Спасибо огромное. До свидания. Ребята, у меня супер новость. Прямо сейчас, уже через два часа, я лечу в Москву. У нас там будут съемки. Мы будем записывать курс по астрологии. Мы будем делать очень крутой марафон, где будет визуализация, где будут 3D-моделирование, где будет марафон такой очень сверхсовременный по прокачке людей через астрологию и через разные техники. Там будут разные профессионалы и психологи. Вот. У нас такая будет коалиция. И именно завтра есть возможность нам встретиться в 8 часов начала, по-моему, если я не ошибаюсь. У меня в сторис выложено, мне просто девчонки выложили, я уже не помню. Это будет в Сокольниках, там Преображенская площадь. Посмотрите, какая там улица. Ну что, я завтра проведу семинар по кету, который продолжает тему шестой чакры, потому что кету – это тоже ясновидение, это видение будущего. Мы поговорим о каких-то сверхспособностях человека, потому что у меня на ютубе все семинары по всем планетам, и только кету не хватает. Наконец, я закрою этот вопрос как раз в свой период раху сейчас, который как раз включает кету. Все вовремя. Сбалансирую эту планету. И мы с вами проведем семинарчик. Долго я его делать не буду, буквально часок. Потом пообщаемся, вы можете задать любые вопросы, тоже в неформальной обстановке. Я не знаю, как там все это будет выглядеть. По-моему, там будет какой-то диджей и будет дискотека, это точно. Но я думаю, что я тоже что-то спою. Я уже давно не пел, соскучился по этому. Это будет все в спонтанной форме, в импровизационной. Я сейчас не успел подготовить какой-то музыкальный материал. Ну, что-то нам в голову придет и вместе споем. Потому что к любому семинару нужно прилагать сатсанг. Поэтому музыка и астрология очень хорошо сочетаются в этом плане. Раньше учителя, как было, они собирали людей, пели, люди расслаблялись, потому что пение очень действует так благостно. И после этого начинались ответы на вопросы. Но я здесь сделаю наоборот, но вообще это классическая форма передачи информации. Запись семинара будет обязательно, конечно. Мы для этого это и делаем. Так что давайте на тусовку. У нас это будет до ночи. Времени будет много. Можно и потанцевать, и семинарчик провести. Сейчас наладим график. Я буду как бы почаще выезжать, буду встречаться. Потом будет возможность и в другие города ездить. Ну, если не будет второй волны. Но, по-моему, прогнозу она все-таки будет. Скорее всего, в середине октября. Я рассказывал о том, что закроется, в смысле вот этот период как раз, где была колоссар по йоге, по транзитам, когда у нас откроют границы. Я это увидел как середина июля. Ну, ошибся на две недели. То есть это открылось в начале июля. Вот. Но как бы все достаточно хорошо совпало. Ну, правда, я как бы думал, что когда солнце выйдет, там полностью вот в июле все раскроется. Вот. А так вот октябрь. Надо следить за этим месяцем. Очень он непростой. Там Раху Кету передвинется. А это планеты, которые как раз и отвечают за и вирусы, за что-то непредвиденное, за что-то глобальное, то, что сложно предусмотреть. И там будут такие Накшатры, которые как раз создают, ну, такой дисбаланс. То есть это, я бы даже сказал, получается, конец октября. Даже так. И вот понаблюдаем, как это произойдет. Ну что, я очень рад всех был сегодня видеть. Очень буду рад, если вы завтра придете, мы пообщаемся. И за шестую чакру, за балансировку шестой чакры отвечают колокола. Ну, естественно, если вы будете слушать колокола, то это даст нам очищение в этой области. И вы знаете, когда звучит колокол, то он реально очищает пространство на многие километры. И колокола придумали именно для этого. Но когда мы ударяем в колокол, то там звучит такой звук. Ничто не напоминает? Нам. Ну, про прогноз не переживайте, потому что это всего лишь один из вариантов. Если мы в себе что-то изменим, то второй волны не будет. Почему же такой мой прогноз?